ну вот и доехал я до дачи завтра обязательно поснимаю что у нас творится в парке а пока первое что нужно сделать это растопить печку сейчас дом наполнится запахом дыма вот она настоящая деревня вот печка начала потихоньку разгораться подогревать печку пошла гореть жизнь налаживается ну вот завтра уже декабрь к нам нежданно-негаданно пришла вот теперь всю ночь шел дождик под утро он сменился таким вот мелким снегом но сейчас опять тепло ветра нет такая приятная погода вот и поскольку еще все не завалило снегом можно поснимать сейчас я расскажу покажу что у меня здесь нового давно я этого не делал ну первое году очень много кабанов они мне раскопали всю дорожку перед домом раскопали всю лужайку потому что вот в саду достаточно много яблок ну вот даже видно они приходят есть яблоки и заодно роют все что можно очень любит они подкапывать дороги вот их работа и так же вот можно наглядно увидеть кстати здесь мы прошлой осенью навели порядок много выпилили всего лишнего вот деятельность выпилили много сухого здесь стало намного светлее и поэтому здесь в этом году уже росли грибы прошлом году здесь было темно грибов соответственно не было в следующем году мы продолжим работу по очистке этого вместо очень много вот осина сухой и вняк вот этот нужно убирать он тоже весь гнивой только раздолье для дятл вот осина сухая уже работа на следующий год в этом году я сюда так и не добрался вот сосна в прошлом году сильно обгрызли лось они вот опять пошли в рост в этом году я думаю будет все то же самое поэтому конечно нужно думать что здесь посадить но елки я не хочу будет как это траурная аллея поэтому наверно какие-то можжевельники что-то еще что лоси не едят здесь вот я высадил боярышники те которые у меня либо вот как этот скинул ствол и пошел от корня расти кстати кто-то его уже обгрыз странно на следующем году посмотрим маленький то ли семечки то ли еще хочу что у меня здесь вот росли боярышники обгрызать кто-то это кабанья тропа они по ней и выходят как раз отсюда в сад питаться начал закладывать дорожку камнями постепенно вот мне ребята если находит где-то камни то на лесовозе их сюда завозят следующем году все акашу будет здесь уже такая более красивая аллея пока разложили так ну вот это кабань и работа зарыли мне тут всю дорогу зарыли мне тут всю дорогу здесь вот этот серый угол потому что здесь много черемухи орешника поэтому здесь всегда так достаточно темно тоже надо постепенно его очищать и в этот момент подсаживать какие-то другие деревья вот этим садил здесь лиственницу сам вырастила семян вот весенние за год она так вот выросла я может быть и прошлого года в общем либо 3 2 и потом вот это вот нависающую черемху беру здесь уже будет расти лиственница это дубок у меня красный канадский медленно растет вообще очень много в этом году всего посеял посадил и видимо больше семян ближайшее время ничего выращивать не буду так как это уже некуда сажать ну вот это пихты распродажные летом купил они там что вообще были по 29 рублей вот тоже можжевельники которые я сам вырастил из семян пока нету камней их вот оградил такими ветками целый контейнер рассадил здесь вот то что под листьями я не буду сейчас разгребать потому что в принципе уже все впали спячку и будут их тревожить вот кедры которые я показывал привозил с алтая что в рост надо вырезать в следующем году ну вот это единственная пихта из обе которые у меня тогда выжил их было четыре или пять вот одна пошла в рост посмотрим как она себя будет вести не будет ли обмерзать потому что все таки судя по всему это что-то польское тип улюбивая достаточно вот там тоже закапанный кедренок потому что со временем конечно же некоторые деревья обновлять например вот это его то есть она вот уже раскололась и рано или поздно она все-таки рухнет поэтому это уже дрова здесь должно вырасти что-то новое когда она рухнет вот этой вот елки будет свет потому что тут уже даже и сохранять нечего уже здорово обломал тот ёлочка из самосева просто пошла огородили здесь у нас все живо показать кстати вот еще хотел в этом году у меня погибла цуга причем вот она хорошо росла на мне уже наверно лет пять но вот у нее хорошие корни были но что-то то есть она распустилась весной но потом когда пошел активный период роста видимо вот этот вот место прививки разрослось еще сильнее но это как я думаю и что-то отказалась работать либо корни либо вот ну в общем мне кажется что вот тут вот во время активного периода роста нарушилась связь и соответственно где-то наверное в июле месяце просто начала сбрасывать хвою и подохла поэтому вот видимо все таки вот эти привитые деревья с одной стороны тут вот видно какой наплыв видно с одной стороны это хорошо а с другой могут быть вот такие вот нюансы то есть тут говорят что на этих корнях она растет быстрее но иногда вот быстрый рост приводит к таким вот последствиям она была такая достаточно большая сейчас она уже вот горела но самым в том что было жалко ее потерять и судя по всему вот это как раз таки минус вот этих вот привитых деревьев здесь тоже где-то можжевельник в листиках должен быть топ-поинт который вот активно распродаются на новый год причем изначально он идет с такой вот хвоей но потом она немножко видоизменяется растет очень медленно видно ему холодно вот мерзает от города в общем явно это растение не наши волосы вот пихта в этом году уже первые шишки на ней покупаю совсем маленькой сантиметров 30 она была тоже лет за пять здесь у нас все равно вот пихта которые в прошлом году были посажены тоже начали активно обрастать кипарисовый классом себя здесь чувствует хорошо вот вторая пихта тоже прошло медленно потихоньку все обрастает все растет свежие посадки того что я вырастил и 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 то и 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 очень плохо одни вредители наделали дел сейчас все замерзнет придут лось объедят ее сверху землю так не отпустила так вот оживем это вот такие заготовки тоже пусть растут в следующем году здесь надо все будет это все огородить потому что если они так будут на пару работать одни сверху другие снизу кто-то готова как моих останутся одни дрова пути если останутся причем что самое интересное вот упала яблони оставил им специально ее на зиму не стал распиливать чтобы здесь лоси зайцы всем кому хочется есть чтобы ее объедали не трогали мои посева ну посмотрим в принципе лоси должны ей воспользоваться они конечно любят ветки в следующем году уже мы распилим на дрова тут вообще тоже вот буду все это засаживать кедрами потому что вот эти вот деревья уже трухлявые и рано или поздно все завалится и и и и здесь я каждый год окрашиваю все что-то пошло и сажал кучками подрыли но не сильно это лиственница тут какая-то елка соби причем тоже купил ее уже вот у меня были сухие ветки но стоило на что-то недорого там рублей 500 думаю такую елку можно выживет не выживет ткнул ее как здесь полил вот активно пошла в рост прирост и дала поэтому непонятно совсем как все это растет как все это живет ну в принципе здесь ничего нового ну кое-где этот раз садил еще лиственница мелкие теперь остается только ждать вот тоже мы живем их вырасти очень много пусть растут в принципе в жевельнике это красиво 29 рублей из карусели ну ладно ну ладно мы здесь у нас все растет в принципе без потерь ну если не считать вот тут сумму которую я показывал все остальные живы сделал себе вот такой лавочку из бревна долго у меня здесь это бревна валял соски и покрасил в следующем году уже установлю чтобы здесь нет не скапливался сейчас перевернул ее пока буду сидеть с этой лавочке и обозревать свой сайт тут кстати сделал еще какой-то столик такой каменный сейчас подыскиваю как раз такой плоский камень вот камушек уже обмылся уже приобрел совсем другой вид в этом году было очень много шишек на пихте они в принципе все поспели сейчас пойду поле наберу семян побольше возможно что-то зайдет а потом если у меня будет желание то я возьму туда выкопаю их ты где-то посажу здесь конечно когда они были все сиреневые было очень красиво все ходили фотографировали восхищались этой пихты мориску купил ну что-то он это плохо себя чувствует не более южным более как это сказать менее любит влагу он в основном растет в астрахани где сухо ну посмотрим вряд ли мне кажется он пойдет кеда медленно но обрастает можжевельник тоже вот распродажный надо обложить его камнями это уже все весной вот кедр пытается обрасти уже какой год это растет гораздо лучше вот я слышал этот метод о выращивании кедров не помню уже кто мне рассказывал где им пользовались но смысл в том что изначально растится два ствола и естественно пытаются обогнать друг друга поэтому он растет быстро в принципе пресс такие хорошие сантиметров по 30 для кедра это очень даже неплохо и вот а потом один ствол удаляется 2 остается но я не собираюсь удалять второй ствол пусть надо растет сам принцип похоже работает вот елочка серии коники но только вот с голубоватой хвоей тоже пошла хорошо в рост хотя чаханька вот мой самый старый из кипарисовиков который лапса на элвуде уже такой достаточно большой периодически обгорает подмерзает мы при этом растет посмотрим что будет зимой тоже на каждый год обмерзает обгорает но старается упорно расти горная сосна из обе тоже пошла в рост я изначально было почти сухая не думал что все дохлый номер вот большая цуга погибла теперь осталось только маленькая муравьи одолевали в этом году боролся с ними он сделали из нее муравейник вроде пока жива это ножевельник тоже распродажный вот думаю я все таки что он пойдет то есть какие-то ветки уже явно сдохли какие-то явно живые и можжевельник это очень хорошо если пойдет у росту обрастет вот мои любимые карликовые пихты в этой части сада все по-прежнему